Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Очень рада вас приветствовать. Начать свое видео хочу со слов благодарности вам. Большое спасибо всем тем, кто поздравил меня с одним миллионом подписчиков. На самом деле это огромное достижение, это огромный труд, огромный путь, который я прошла вместе с вами. Естественно, удержать и набрать такого огромной аудитории без вашего доверия, без ваших подписок, без добрых, теплых комментариев, без вашей поддержки я бы не смогла. Поэтому каждому из вас говорю огромное спасибо. Ну а сегодня, друзья, очередная актуальная тема, это боль в спине. Майские праздники, я думаю, что многие дачники и огородники приехали на свои садовые участки поработать. Мы тоже выехали, тоже ударно поработали. Большая часть работы, конечно, выпала на спину супруга. В общем, к вечеру спина у него очень сильно заболела. У него, я вам уже говорила, что больная спина и больные колени. Хотя работал он вроде бы умеренно, но тем не менее, видимо, с непривычки, потому что всю зиму мы отдыхали, занимались домашними делами. И вот сейчас с огромным удовольствием все выехали на физический труд. Конечно, от перенапряжения, от период рождения, конечно же, спина у него заболела. У меня на этот случай есть два проверенных семейных рецепта, которые 100% работают, которыми мы постоянно пользуемся вот в таких вот экстренных ситуациях. Первый способ с солевыми повязками, я его на своем канале не показывала. Если интересно, пишите в комментариях, я расскажу, покажу. Способ очень хороший, он рабочий. Болевой синдром снимает быстро и эффект такой достаточно накопительный. Не воспользовалась этим способом, потому что там соляные повязки нужно выдерживать в солевом растворе где-то примерно сутки. Поэтому воспользовалась вторым рецептом. Для второго рецепта ничего заранее не нужно готовить, все ингредиенты почти всегда есть под рукой любой хозяйки. Надеюсь, что информация будет для вас полезной. Рецепт народный, но несмотря на это у него могут быть противопоказания. Конечно же, необходима консультация врача-специалиста. Я делюсь с вами своим личным образом. Потребуется примерно два капустных листа, то есть если это у вас колено, то, конечно, одного листа будет достаточно. Если спина, то мы берем обычно два сочных капустных листа. И я их раскатываю скалкой. Можно металлическим молоточком, но скалкой удобнее. Смотрите, сразу же появляется капустный сок. Лучше, если доска у вас будет пластмассовая, не деревянная, потому что дерево впитывает капустный сок, а здесь капустный сок самый главный ингредиент. С пластмассовой досточки можно будет сок собрать. Затем на водяной бане нужно подогреть одну столовую ложку меда и одну столовую ложку уксуса. Я беру яблочный уксус. В рецепте было сказано, что подогревать на водяной бане я подогреваю в микроволновке. Если у вас аллергия на мед либо на уксус, возьмите борсучье сало. Оно продается в аптеке. Стоит, конечно, небюджетно, но хватает его надолго. И деткам, и вам пригодится при простудных заболеваниях. И также вот для таких растирок, для коленей, для суставов, для спины. Значит, подогреваю. И теперь небольшое количество уксуса и меда распределяю по капустному листу. Много не нужно, потому что будет стекать. Мед, он такой, как вам сказать, сахарный, липкий. Он будет прилипать к капустному листу. Вот, достаточно. Капустные листы готовы. Их нужно сразу же приложить к больному месту. Например, шея, спина, колени. Мы прикладываем к спине, потому что у супруга болела спина. Но делали такие компрессы и на колено. Значит, затем все обмотать пищевой пленкой, то есть зафиксировать. И затем поверх пищевой пленки намотать теплый шарф, либо шаль. Оставить как минимум на час. Должно быть состояние покоя. То есть с этими компрессами нужно лежать. Ни в коем случае не ходить, не сидеть. Нужно полежать, подержать спину, либо больной сустав в покое. Значит, у меня муж лег, 2 часа полежал. Сказал, что через 2 часа ему стало значительно легче. Спину не простреливает. То есть он мог передвигаться по квартире. Эти компрессы мы оставили на ночь. Утром ему стало значительно легче. То есть он мог наклоняться, мог ходить спокойно. Значит, на следующий день мы вновь сделали эти компрессы. Для того, чтобы закрепить результат. И он сказал, что в принципе спина у него прошла, боль отступила. Поэтому, друзья, буду очень рада, если вот такой вот простой совет для вас окажется полезным. Сейчас очень много мы трудимся на даче. С непривычки, конечно, спины не выдерживают наши. Болят, значит, стреляют и так далее, и так далее. Вот эти компрессы очень хорошо снимают боль. На этом, друзья, у меня сегодня все. Меня обязательно в комментариях дополняйте. Пишите, знаком ли вам такой рецепт. Если знаком, то помогает он вам или нет. Также делитесь своим опытом. Как лечите боль в суставах, в спине, в шее. Вы, будет очень интересно узнать ваше мнение. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!